Первыми в зал суда заходят сподвижники Владимира Квачкова. Вскоре заводят и его самого. Журналистов на заседание не пускают. Снимать разрешено только в перерывах. В марте прошлого года Квачков, находясь в Мордовской колонии, записал обращение и выложил его в интернет. По мнению экспертов, в нем содержатся призывы к терроризму. Сегодня в Приволжском окружном суде «Аншлаг» все эти люди пришли на заседание по делу Владимира Квачкова. Они считают в убеждениях прав ни в чем не виновен. Хотя ролик, который фигурирует в деле, практически никто из них не видел. Вы видели этот ролик? Нет, я не видела его. Я не могу судить юридически. Я могу только божественно судить. Божественно? Он прав. Потому что он за родину. Но методы, может быть, не те. Полковник Владимир Квачков уже три года отбывает наказание в одной из тюрем Мордовии. Его посадили за подготовку вооруженного мятежа. Скандальную известность отставной военный получил в 2005-м, когда стал фигурантом дела об организации покушения на Анатолия Чубайса. Видео, созданное в тюрьме, выпущено к десятилетию этого события. В нем Квачков говорит о так называемом национальном освобождении. Выводы экспертов как раз признали в действиях его, соответственно, осуществление вот этих призывов к осуществлению террористической деятельности. Обвинение основано на выводах специалистов, а именно экспертов. Вину Владимир Квачков не признает. Вы признаете, что предусмотрено? Нет, конечно. Нет вины. Я считаю, что обвинение выдато, необоснованно, что в действиях моего подзащитного состава преступления не имеется, а идет политический процесс с тем, чтобы не выпустить моего подзащитного из рамок системы исполнения наказания. Сегодня началось судебное следствие. Хватает ли доказательств, еще предстоит выяснить. В случае, если вину докажут, санкция статьи предусматривает штраф до 500 тысяч рублей и лишение свободы на срок до 5 лет. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События.